Возраст спорту не помеха. В Ледовом дворце Чебоксара-арена прошли финальные игры Республиканской ночной хоккейной лиги дивизиона с интересным названием «Любитель 40+.» В борьбе за первое место сошлись столичные команды «Энергия 20 век» и «Динамо». Подробнее в следующем сюжете. Нет лучшего времяпрепровождения, чем хоккей. Девиз всех участников ночной хоккейной лиги. Именно для таких активных любителей этого вида спорта несколько лет назад и были организованы соревнования непрофессиональных клубов. Это по инициативе нашего президента, вы знаете, была создана ночная хоккейная лига. В этих соревнованиях имеют право участвовать только те игроки, которые никогда не играли в командах мастеров в первой, во второй, в высшей лиге. Чисто любительские игроки, которые горят желанием, любят хоккей и занимаются хоккеем, участвуют в наших соревнованиях. С каждым годом любительских хоккейных дружин, принимающих участие в региональном этапе, в Чувашии становится все больше. Очень важно, что есть такая хоккейная лига, которая позволяет всем любителям хоккея прийти после работы, не лежать на диване, а прийти, позаниматься, поиграть в хоккей, выпустить пар, скажем так. Поэтому уже который год есть команда, которые заинтересованы в этом. Последние три года в финал выходят ставшие уже принципиальными соперниками хоккейный клуб «Энергия 20 век» и «Динамо». Игра была напряженная. По правилам ночной хоккейной лиги игрокам запрещено применять силовые приемы и пробросы шайбы. Однако игра без этого не стала менее зрелищной. Как отметил играющий тренер и самый возрастной хоккеист на льду, 66-летний Вячеслав Петров, ответственность за команду несет каждый игрок. Финал – это говорит о многом. Поэтому и так команды, и наша команда кладут неимоверные силы для того, чтобы выиграть. Поэтому игра не особо смотрится, но идет борьба очень жестокая. Ошибок много, очень много ошибок. Но это ответственная игра. Совсем по-другому воспринимается у каждого хоккеиста. На тренировке вроде бы все хорошо, а здесь все, по ответственнее все, ничего не получается. Но ничего, ничего страшного. Третью подряд победу в пятом юбилейном сезоне вновь одержали представители «Энергии 20 век». Теперь им предстоит участвовать в финале пятого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи, который пройдет со 2 по 14 мая. В прошлом году чебоксарцам удалось занять четвертое место, уступив бронзовым призерам в решающем матче всего одно очко. В этом году игроки надеются показать более высокий результат.